Марина Давыдова называет огромную лужу во дворе местным озером. К водным процедурам женщина уже привыкла. Ценные вещи и бумаги убраны подальше. Каждый год ливни становятся проблемой почти для всех жителей Парковой. Причем затапливают не только территорию возле дома. Внутри плавает и мебель. Мы выскочили первый раз. Полностью кровать была. Вот именно матрасы, они уже прогнившие. Стоял стол. Мы сели на стол. Я забрала паспорта, одежду и вышли на улицу там одеваться. В Бобруйск несколько недель поливали обильные дожди. Первыми пострадали участки, расположенные в низинах и вблизи рек. И если одни к большой воде привыкли, другие действовали по обстоятельствам. На помощь пришли городские службы. На подобные вызовы спасатели выезжали шесть раз. Если домовладение оказывается в зоне подтопления, то нужно помнить о своевременных действиях. В первую очередь это нужно собрать все необходимые вещи, ценности, документы, отключить электричество и покинуть домовладение, пока вода не сойдет. И только после можно возвращаться в жилище. Входить в строение следует осторожно. Стоит проверить, нет ли утечки газа, а уже тогда включать электричество. Просушить вещи и убрать мусор, который принесла вода. Впрочем, возместить ущерб в стопроцентном объеме вполне реально. Для этого нужно всего лишь застраховать свой дом. Уровень воды в Березине и дальше растет. Только за последние сутки прибавилось 7 сантиметров. И хотя дожди прекратились, это не предел. Ситуация не будет стабильной еще как минимум несколько дней. И все же ситуация могла быть куда хуже. Сложно представить, как далеко бы зашла бобруйка, если бы не генеральная уборка прошлой осенью. Раньше река разливалась даже из-за небольших дождей. Что уж говорить о затяжных ливнях. Чтобы избежать новых подтоплений, русла очистили от мусора и нарастили берега на протяжении 6,5 километров. В ближайшие дни осадки синоптики не обещают. Так что скоро большая вода уйдет и не вернется до следующего сезона. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.